Доброго времени суток, дорогие! В этом выпуске я хочу прорисовать известный алгоритм «Коридор благоприятных обстоятельств». Как и многие техники нейрографики, этот алгоритм на исполнение желания, но с акцентом на формирование благоприятных обстоятельств. Я буду выполнять работу на листочке А5, это половина листочка А4, но по желанию вы можете использовать листочек еще меньше, особенно если вы выполняете работу на исполнение какого-либо небольшого желания и на быструю реализацию вашего запроса. Я прорисую свою работу на распространенное желание по продаже недвижимости. Перед рисунком вы пишите на листочке свое намерение, например, «Я радуюсь тому, что я благополучно и выгодно продала свою квартиру». Далее можно указать, к какому сроку вы хотите продать квартиру и по желанию дописать, для чего вы это делаете. Например, для того, чтобы купить квартиру с более лучшими условиями и можете прописать ваши желаемые улучшения. Например, указать, в каком районе вы хотите купить новую квартиру, на каком этаже, количество комнат и так далее. Либо укажите другую цель продажи недвижимости. Также пропишите список из 20 и более слов за 2 минуты. Подробное описание, как выполнять каждый шаг в работе нейрографики, смотрите у меня на канале в отдельном плейлисте «Нейрографика для начинающих». Ссылку на плейлист и отдельные ролики я размещу в описании к данному видео. Также я добавлю ссылку на каталог с бесплатными алгоритмами нейрографики. По желанию, вы можете применять эти алгоритмы для улучшения своей жизни, для исполнения ваших желаний и для развития. Итак, приступим к рисунку. Прорисуйте толстым маркером две линии, Я прорисовала линии ещё толще, выделила таким образом энергетически свой коридор благоприятных обстоятельств. Эти линии по толщине такие же, как линии поля. По сути, они и являются линиями высших сил. Вселенная, высшие силы помогают нам выстроить этот коридор благоприятных событий для благополучного исполнения нашего желания. Внутри этого коридора мы прорисуем все элементы, касающиеся нашего желания, всё, что будет способствовать его исполнению. А за пределами этого коридора будут находиться те обстоятельства, которые могли бы препятствовать исполнению нашего желания и остальные нейтральные события. Наше будущее — это пространство вариантов. То есть то, как сложится то или иное событие в нашей жизни, имеет несколько сценариев. И событие произойдёт по одному из этих сценариев. И то, какой сценарий будет выбран, будет зависеть от нашего состояния, от того, что мы энергетически притягиваем, от нашего опыта и от кармических причин. И данный алгоритм способствует тому, чтобы обстоятельства для осуществления нашего желания сложились наилучшим для нас образом. Мы как бы выносим за пределы этого коридора то, что может препятствовать благополучному исполнению нашего желания, обстоятельства, ситуации, неблагополучные для нас сценарии. Итак, сейчас вслух либо про себя озвучите своё намерение и прорисуйте первую фигуру. Это будет круг, представляющий вас. Посмотрите на листочки, где вы хотите разместить себя. Желательно это сделать с левой стороны коридора, то есть вначале. Кружочки могут быть не идеальными. Рисуйте кружочек такого размера, который вы хотите. И далее, двигаясь по временной шкале, мы прорисуем само наше желание. Также в виде кружочка, поскольку круги в нейрографике это наиболее гармоничные фигуры. И далее мы прорисуем во внешней стороне нашего коридора благоприятных событий те обстоятельства, которые не будут влиять на исход нашего события. Это могут быть какие-либо препятствия, которые могли бы повлиять, но поскольку мы заключили исполнение нашего желания в этот коридор благоприятных событий, то они будут существовать сами по себе, но не влиять на исполнение нашего желания. Вы можете разместить вне коридора ваши сомнения, страхи, неудачи, не обязательно их озвучивать, представлять. Вы можете просто прорисовать фигуры, вывести из себя, из своего состояния те возможные препятствия, которые могли бы оказать влияние исполнению вашего желания. Фигуры могут пересекаться вне вашего коридора. Не нужно выполнять округление данных пересечений, поскольку то, что находится вне безопасного коридора, никаким образом не влияет на исполнение вашего желания. Итак, мы отобразили на рисунке себя и свое намерение. Это благополучная продажа нашей недвижимости квартирой либо дома. И сейчас в области между этими кружочками прорисуйте то, что будет способствовать наилучшему исполнению вашего желания. Например, то, что вы подготовите эту недвижимость, и она будет в наилучшем виде для того, чтобы вы ее могли продать быстро и по наилучшей для вас стоимости. Это может включать частичный ремонт вашей недвижимости, то, что вы планировали сделать, и то, что поможет быстрой и выгодной продаже этой недвижимости. Далее вы можете прорисовать фигуру, которая будет представлять наиболее выгодную для вас сумму, по которой вы продадите свою квартиру или дом. Это желаемая сумма продажи вашей недвижимости. Прорисовывая, вы можете озвучить эту сумму. «Я хочу продать свою квартиру за...» и озвучьте желаемую сумму. Далее вы можете добавить фигуру, представляющую наилучших покупателей вашей недвижимости. Фигуры могут пересекаться. Например, у меня пересеклись фигуры меня, покупателей и желаемые суммы. Слева от кружочка, представляющего вас, вы можете прорисовать фигуру, которая также будет способствовать наилучшей продаже. Это может быть то, что будет привлекать покупателей приобрести именно вашу недвижимость. Например, то, что ваша квартира находится в вылетном районе, то, что в вашей квартире отличная планировка, либо вы сделали ремонт, что она будет выгодна покупателям по цене. Я прорисую также кружочек. Этот кружочек не полностью входит в данный рисунок, имеет свое продолжение, поскольку для ваших будущих покупателей таких благоприятных моментов по приобретению именно вашей квартиры может быть несколько. Далее, справа от вашего желания мы прорисуем те благоприятные моменты, которые появятся в нашей жизни после продажи недвижимости. Вы также можете прорисовать это большим кругом, который имеет продолжение в ней листочка, либо несколькими фигурами. Я в своем рисунке прорисую несколько фигур. Первое, то, что даст мне и моей семье продажи моей квартиры, это возможность улучшить свои жизненные условия, то есть приобрести другую квартиру, которая будет лучше, чем имеющаяся. Например, на более лучшем этаже, с лучшим ремонтом, с лучшей планировкой, с лучшим видом из окна. Также вы можете прорисовать фигуру обновления, то, что вы меняете свои условия жизни, переезжаете в другую квартиру. Это привнесет новизну в вашу жизнь, новые ощущения, новый опыт. Я прорисовала эту фигуру треугольником, чтобы задать импульс, привнести энергию в свою жизнь вместе с продажей моей квартиры и покупкой новой. И третьей фигурой я хочу добавить круг, который будет иметь продолжение в ней листочка, который будет отображать в целом улучшение моей жизни и жизни моих близких с исполнением данного желания. У меня получилось достаточно много фигур. У вас может быть меньше или даже еще больше. Как я говорила в начале видео, вы можете выполнять такой алгоритм на менее масштабные желания, рисовать их на четверти листочка А4, и тогда в таком случае у вас будет меньше фигур на вашем листочке. И далее давайте выполним округление всех острых углов в имеющихся пересечениях. Короткие видео для новичков о том, как выполнять тот или иной шаг нейрографики смотрите у меня на канале в отдельном плейлисте нейрографика для начинающих. Округляя мы тем самым сглаживаем все возможные конфликты, которые у нас могут возникнуть на пути реализации нашего желания. Поставьте видео на паузу, выполните округление в пересечениях на вашем рисунке и по завершению продолжите просмотр. Также среди фигур с тем, что вам даст исполнение вашего желания, вы можете представить фигуру, которая будет отображать, как вы будете использовать сумму, полученную с продажи вашей недвижимости. Вы можете представить эту сумму, то есть это не обязательно покупка другой квартиры. Возможно, вы хотите по-другому применить полученную сумму и прорисуйте фигуру, которая будет отображать именно ваш случай. Например, вы вкладываетесь в бизнес, либо приобретаете машину, либо инвестируете еще куда-то. Прорисуйте то, что касается именно вас. И далее, перед тем, как нарисовать нейролинии, выполните небольшую практику по визуализации. Вы можете расположить ваши руки сверху листочком, сначала над фигурой, которая представляет вас. Представьте себя в данной ситуации, ваше состояние, ваше желание продать вашу недвижимость. Далее переместите руки на фигуры, которые будут способствовать исполнению вашего желания. Представьте, как вы подготавливаете вашу недвижимость для продажи, выкладываете объявления. Представьте ваших потенциальных покупателей, что вы совершаете обмен с данными покупателями. Вы передаете им недвижимость, в которой они будут жить, которая станет их собственностью. А взамен они передают вам желаемую для вас сумму. Переместите руки над фигурой, которая представляет желаемую сумму. Представьте, что вы ее получаете, что радуетесь этому. Переместите руки в начало вашего рисунка, в фигуру, которая представляет благоприятные моменты для ваших покупателей, с приобретением вашей недвижимости. Поблагодарите Вселенную за то, что вы сами пользовались этими благоприятными моментами в период проживания в данной недвижимости, что вы жили в элитном районе, что вы жили в квартире с отличной планировкой, с отличным видом. Далее переместите руки на крылочек, представляющие непосредственно ваше желание о продаже квартиры. Прочувствуйте свое состояние, как если бы вы уже совершили сделку и уже передали ключи новым владельцам вашей недвижимости, получили желаемую сумму и готовы к тому, что даст вам это событие в вашей жизни. открытые тем возможностям, которые принесет в вашу жизнь продажа вашей недвижимости, что вы ищете и находите лучшую квартиру для вас, либо вы вкладываете в бизнес и это приносит улучшение вам и вашей семье, что вы обладаете желаемой суммы с продажей вашей недвижимости и предвкушаете улучшение целом вашей жизни и жизни ваших близких. Вы можете также поблагодарить Вселенную за такую возможность, за такой возможный опыт, подержите какое-то время руки над вашим листочком, прочувствуйте поток энергии, исходящий из ваших рук, наполнитесь вдохновением благополучного исполнения вашего желания наилучшим образом. И после этого, находясь в таком состоянии принятия благополучного и наилучшего исхода по исполнению вашего намерения, прорисуйте нейролинии, которые будут связывать ваши элементы на рисунке в единую композицию, в единое решение. Рисуйте нейролинии также в направлении потока, в таком направлении. Рисуйте наилучшим И далее выполните округление всех острых углов в пересечениях. Таким образом я округлила острые углы. Далее мы добавим цвет в наш рисунок. Но перед этим я хотела бы обратить ваше внимание на то, что при выполнении данного алгоритма, а также в целом в желаниях по продаже недвижимости, важно относиться к этому не как к решению проблемы, то есть не к переходу от чего-то негативного к освобождению от проблемы. Это не совсем гармоничный подход. Важно относиться к этому через благодарность за то, что мы имеем, и благодарность за новые возможности. То есть мы благодарны тому, что у нас уже есть, благодарны Вселенной за это, благодарны себе. Мы не находимся в состоянии жертвы, мы находимся в состоянии автора нашей жизни. И продажа недвижимости — это не способ избавиться от чего-то ненужного, от чего-то плохого в нашей жизни, избавиться от проблемы. А это способ принять лучшее в нашу жизнь, принять новые возможности, подняться на уровень выше. Это принятие возможностей улучшить свою жизнь. Также и в других вопросах, когда мы желаем каких-либо изменений, поменять работу, поменять деятельность, поменять отношения. Важно быть благодарными тому, что у нас сейчас есть, ценить это, быть благодарными нашему данному опыту, не искать виноватых, не страдать от текущего положения, и направить свое внимание, свои желания на новые возможности, принять лучшее в свою жизнь. То есть в случае с продажей дома мы не акцентируем свое внимание на том, что удручает нас, что нам не нравится в текущее нашем жилье. Мы акцентируем внимание на всем хорошем, благодарим Вселенную за это и готовы двигаться дальше. Мы как бы переросли в то, в чем сейчас мы находимся, и готовы к лучшему, к большему. И в данной работе мы как бы совершаем переход из нашего настоящего с благодарностью за те блага, которые мы получали в данном нашем жилье. Мы передаем это жилье в руки новых владельцев, принимаем желаемую сумму и переходим в новый этап нашей жизни, принимаем возможности, принимаем улучшения нашей жизни. То есть к исполнению данного желания мы относимся не как к решению проблемы, а как к принятию новых возможностей, возможностей улучшения своей жизни и жизни своей семьи. Итак, давайте добавим цвет в наш рисунок, выделите цветом ваши элементы, также вы можете прорисовать поток, а области за пределами вашего коридора по желанию вы можете раскрасить, либо оставить незакрашенными. Итак, давайте добавим цветом. Далее добавим в рисунок линии поля, линии высших сил. Две линии поля у нас уже есть, они создают нам наш коридор, и вы можете добавить еще две, по желанию три линии внутри нашего коридора. Прорисуйте линии толстым маркером, выполните округление всех пересечений с острыми углами. Таким образом я провела линии поля, у меня получилось их внутри коридора аж 4. Не обязательно проводить такое большое количество линий поля, я провела их по моему запросу, поскольку, скорее всего, в реализации данного моего желания необходимо больше помощи от высших сил. Возможно, мне не хватает решительности в реализации данного желания, текущее жилье как бы меня устраивает, и я не решаюсь в дальнейшем шагам. Далее проведем фигуры фиксации на своем рисунке. Я у себя хочу выделить в первую очередь фигуру, представляющую новые возможности, улучшение жизни для меня и для моих близких, и фигуру моего желания по продаже квартиры. То есть это будет основным решением в данном намерении. У вас могут быть другие фигуры фиксации. Посмотрите на свой рисунок, посмотрите, что на своем рисунке вы хотите выделить имеющиеся фигуры, либо прорисовать новые фигуры, в которые будут входить элементы вашего рисунка. Прорисовываем фигуру фиксации также толстым маркером. Вот такой рисунок у меня получился. по моему намерению на продажу моей квартиры. Я также выделила фигуру себя в качестве фигуры фиксации. Данный алгоритм – коридор благоприятных событий. Не обязательно рисовать только на продажу недвижимости. Вы можете использовать этот алгоритм на любое намерение, по которому вы хотите стечение благоприятных обстоятельств для реализации вашего желания быстро и наилучшим образом. Поскольку, как я говорила в начале видео, наше будущее – это пространство вариантов. И то, как сложится та или иная ситуация, зависит от многих факторов. Это могут быть наши внутренние блоки, это могут быть внешние обстоятельства. И многое зависит от нас. Многие обстоятельства мы зеркалим, то есть мы притягиваем своими мыслями, своим состоянием, своим страхом. И выполняя такую работу, мы тем самым исцеляем себе наши страхи, убираем энергетические блоки, которые препятствуют исполнению нашего желания, усиливая наш фокус на нашем желании, озвучивая и прорабатывая свой запрос во Вселенную, а также привлекая помощь высших сил для исполнения нашего желания и отмечая для себя и для Вселенной то, что нам важно через прорисовку фигуры фиксации. Данную работу я прорисовала по намерению по продаже моей квартиры. И данная тема совпала с темой марафона, который я недавно начала, марафона по чакрам, начала с проработки первой чакры. И тема жилья — это основная тема первой чакры. Жильё — это наша физическая безопасность. Жильё также относится к материальным благам. Также тема жилья связана с тем, какие у нас отношения с мамой. Отношения с мамой — это о принятии ценности себя, о любви к себе. И в моей практике я отмечаю, что у людей, у кого не исцелены отношения к маме, претензии к маме, обиды к маме, чаще всего страдает жилищная тема. Это отсутствие своего жилья либо неудовлетворительные жилищные условия. Если тема отношения к маме у вас ещё не проработана, то приглашаю на свой бесплатный марафон по исцелению отношения к маме. Видео по данному марафону вы можете найти у меня на канале. Когда мы достаточно ценим себя, когда мы достаточно проявляем любовь к себе, то мы даём себе самые лучшие, в том числе и лучшие жилищные условия. Если вам интересна тема проработки по чакрам, в описании к данному видео вы можете найти ссылку на мой бесплатный марафон по чакрам и с другими участниками марафона пройти бесплатно данный марафон, изучить каждую чакру, сферы влияния чакр, проанализировать, какие чакры у вас находятся в дисбалансе, какие нарушения в здоровье указывают на дисбаланс той или иной чакры, а также в жизненных сферах, и с помощью техник и работ по нейрографике выполнить исцеление и гармонизацию ваших чакр и вашей жизни. Благодарю всех за просмотр. Напишите в комментариях, удовлетворены ли вы вашими жизненными условиями, и если нет, то выполните рисунок по данному алгоритму. До новых встреч!